МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В официальных отчетах сухая формулировка. Причина не установлена. Силовики дела закрыли, а педагоги особо разбираться не стали. Но от себя отвести подозрения не забыли. Девятиклассница в Усть-Лабинской школе совершила самоубийство. Педагогическое расследование свелось к следующему. Папа не успел похоронить ребенка, а 4 апреля он уже написал письмо, в котором написал о том, что никаких претензий не имею к школе. Подтверждаю это письменно. Скажите мне, пожалуйста, это что за изуверство? Это значит, отвели от себя ответственность. Вы, родители, которые потеряли ребенка, извините меня, сподвигли написать такой документ. Это вообще даже не бюрократия, это бесчеловечность, это бездушность. Из 14 погибших подростков только в трех случаях удалось хотя бы обозначить причины суицида. Неразделенная любовь, переписка в соцсетях, ссора с родителями. Почти все дети из благополучных семей. Как и те подростки, которые попадают в больницу с отравлениями спайсом. Этот синтетический наркотик сегодня самый страшный враг и для родителей, и для педагогов. Именно эти курительные смеси ломают жизни детей. Причем, если в случае с алкоголем или табаком есть надежда на выздоровление и шанс на дальнейшую жизнь, то увлечение спайсом рано или поздно приведет к смерти. Если раньше, когда мы занимались антинаркотической, профилактической работой, мы говорили, смотрите, главное не попробовать. Сейчас это уже не русская рулетка. Тут в обойме все патроны заряжены. Один раз попробовал и или на том свете, или в реанимации, или слабоумно. В полицейских сводках регулярно появляются отчеты о задержании торговцев спайсом. И несмотря на то, что наказание за это в нашей стране серьезное, можно получить до 15 лет тюрьмы, наркозбытчики продолжают работать. На совещании показывают фотографию. Рекламный щит в самом центре краевой столицы. Среди прочих услуг объявления. Спайс и телефон. Звоним, но трубка уже не отвечает. Абонент временно недоступен. А вот что происходит с теми, кто дозвонился и попробовал. Чаще всего это бывают именно несовершеннолетние. Только в этом году в крае от употребления спайса погибли 9 человек и больше 130 попали в больницы. Почему наши дети идут на улицу, пробуют наркотики, пьют алкоголь? Здесь недоработки и семьи, и школы. Если с утра и до обеда ребенок учится, то после уроков нужны кружки, секции, тренировки. Педагог должен найти ключик к детской душе, понять, чем он хочет заниматься, к чему у него есть способности. Об этом на встречах с учителями и краевых педсоветах говорит губернатор Александр Ткачев. И напоминает, что школа должна не только учить, но и воспитывать. Все начинается со школьницами, с детского сада, с семьи, с отца, матери. Кубань – территория прогрессивных идей. Кубань – территория привлечения инвестиций, безопасности. И я думаю, что все это поможет на нашу историю, традиции, обычаи и привычки в том числе. Это действительно может нас сделать совершенно величайшим регионом. В официальных отчетах картина, казалось бы, идеальная. Детей водят на экскурсии, в походы, проводят викторины, праздники, фестивали. Правда, после проверок Краевого министерства образования оказалось, что все эти мероприятия были только на бумаге. Когда в районах создавались воспитательные штабы и было выделено 2 миллиарда рублей на их работу, рассчитывали на другие результаты, говорит вице-губернатор Галина Золина. Деньги в муниципалитеты уходят, все ставки педагогами заняты, но детьми почему-то никто не занимается. Это, конечно же, приговор. Прежде всего, директорам школ. Если из 1200 школ нет ни одной, кому можно привести в пример хорошей организации воспитательного направления в школе, тогда, уважаемые директора, у меня к вам вопрос. Что вы делаете? И поэтому, конечно же, 50 тысяч сотрудников школ, которые отвечают за эту работу, именно воспитательные штабы, это значит, вы не оправдали вообще никакого доверия. Вы не имеете полноценного основания сказать, что мы хорошо делаем эту работу. Это тем более печально, говорить о педагогах. Краснодар, Армавир, Туапсинский, Курганинский, Приморско-Ахтарский, Гулькевичский, Абширонский, Крымские районы и еще несколько территорий получили серьезное предупреждение. Это муниципалитеты, где растет преступность среди несовершеннолетних, где в школах сокращаются ставки психологов, зато появляются замы директоров по хозчасти, где власти не проводят рейды по детскому закону, а участковые инспекторы забыли дорогу в школу. К большому разговору подключаются и священнослужители. Нашим детям сегодня не хватает веры. Конечно, в школах преподают основы православной культуры, но этого мало, если в семьях не чтят Бога. А ведь начать можно с простого – сходить с ребенком в церковь, поставить свечку, помолиться, почитать заповеди. Мне хотелось бы в качестве сегодняшнего предложения порекомендовать всем, кто занимается вопросами воспитания, вернитесь к этому главному, что спросил юноша у Христа, что мне сделать, чтобы спастись. Соблюди заповеди, если мы их не знаем. Это все равно, что мы выпускаем детей на улицу, не научив их различать красный свет светофора от зеленого. Духовность, спорт и творчество – вот что спасет сегодняшних детей и уведет их с улицы. Можно заниматься спортом, ходить в походы, изучать историю родного края, шить, вязать, рисовать, танцевать, кататься на коньках. Ведь сейчас у нас есть ледовые дворцы, катки, бассейны – то, о чем раньше можно было только мечтать. И если контролировать свободное время ребенка будут и учителя, и родители, то шокирующую статистику детских смертей на цифре 14 мы сможем остановить. Ольга Котишева, Маргарита Аветисян и Валерий Пятов, Кубань-24.